Отметим, форум «Байканер Инвест» доказал свою эффективность. За годы его проведения подписано около 130 меморандумов. Привлечено свыше 100 миллиардов тенге инвестиций. Среди его детищ такие крупные проекты, как завод по производству тампонажного цемента, стекольный завод и другие. Подробнее о работе юбилейного инвестфорума смотрите в наших следующих выпусках. Одна из секций форума была посвящена внедрению альтернативных источников энергии в жилищно-коммунальное хозяйство и совершенствованию системы управления отходами. На секции представители отечественных и иностранных компаний обсуждают перспективы сотрудничества в сфере ЖКХ и переработки твердых бытовых отходов. Доктор технических наук Сарсимбай Монтаев из западно-казахстанского аграрно-технического университета представил на форуме уникальную разработку. Он предлагает рога и копыта крупного рогатого скота, которые зачастую выбрасываются, переработать и использовать, к примеру, в качестве топлива. Рога и копыта крупного рогатого скота обычно выбрасываются, как отходы. Мы разработали технологию их переработки и создание пенообразователя, который имеет спрос в производстве пеноблоков. Особое внимание на форуме было уделено теме защиты прав инвесторов. В Казахстане предпринят целый комплекс мер. Как итог, в части привлечения инвестиций наша страна в числе лидеров в Центральной Азии. Работы по созданию условий для инвесторов продолжаются. Наша компания работает в различных направлениях. Мы находимся на технической стадии, рассматриваем участки, возможности подключения к сети. Поэтому в различных областях Южного региона, Казахстана, будем искать подходящие места, где можно построить солнечные парки. Мы ожидаем, что у нас будет два объекта. Один, двадцать, второй, пятьдесят мегаватт. Это в первую очередь. Кроме этого, мы работаем по распределенной генерации для обеспечения сельскохозяйственных угодий, фермерских хозяйств, надежным источником электроснабжения, позволяющим в режиме 24-7 использовать электроэнергию. Алина Параджана, Аскарт Ажиев, Алмат Миндубаев, Канат Махабетов, телеканал Казларда.